5 серия Москва Старгут в этой серии вы не увидите красочных пейзажей красивой панорамы потому что маршрут будет проходить исключительно в темное время суток и это видео предназначено для автомобилистов авто туристов и для тех кто отправляется в дальнюю поездку по северному варианту привал будет в городе киров ну и реально можете посмотреть на обстановку на дороге в темное время суток так по ходу движения с левой стороны населенный пункт ленинская так википедия говорит что это ленинское городское поселение поселок городского типа история ленинское городское поселение образовано 1 января 2006 года согласно закону кировской области ленинская ранее называлась богородская ленинское было переименована в село богородское старое название население в 2017 году составляла 5706 человек дюжины 3 наверное деревень и сел объединяет это поселение и известные жители в начале 1990 году в деревне весенева шаблинского района кировской области удалился с сыном один из главных идеологов славянского неоязычества алексей добровойский доброслав откуда вёл свою просветительную работу вот этим знаменитого поселение ленинская далее населенный пункт свеча википедия говорит что это поселок городского типа кировской области россии административный центр география поселок расположен в 170 километрах к западу от первого одноименная железнодорожная станция железнодорожная станция северной железной дороги на линии буй котельнич население четыре тысячи триста тридцать семь человек история основан в 1903 году как железнодорожная станция с 1945 года поселок городского типа период с 1960 по 1972 был в составе шаблинского района кировской области численность населения в 2018 году составила 4154 человека скачат все и скачат скачат далее Далее за Свечой следует Юман. Это Свеченское сельское поселение. Находится рядом со Свечой. Впереди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 90. Население 564 человека по переписи 2010 года. Это уже входит Свеченское сельское поселение. Потому что он находится рядом со Свечой. Далее следует Шмелево. Шмелевское сельское поселение. Википедия говорит, что это муниципальное образование в составе Свеченского района Кировской области. Центр деревни Шмелева. Шмелевское сельское поселение образовано 1 января 2006 года. В состав поселения входит 12 населенных пунктов. Вот такая краткая, почти ни о чем, информация. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Про Александров в Википедии нету. Корректор А.Кулакова Вот что мне удалось найти. Да ничего не удалось найти. К сожалению, про Александров ничего нет. Далее по трассе достаточно крупный населенный пункт называется Котирники. 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 Это город в Кировской области России. Административный центр Котирнического района. География. Котловина. Ниже впадение в нее реки Маломы. Высота над уровнем моря 127 метров. Является водным и железнодорожным узлом, смыкающим Северную и Горьковскую железные дороги. Важнейшим автодорожным пунктом являются тракты на Киров, Советск, Яранск и Даровской. Расположен на пересечении федеральных трасс Р-176 «Вятка» и Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь». Находится на юго-западе от областного центра Кирова. Население в 2018 году составило 23 682 человека. История города Котельничья. История города начинается в XII веке. Повесть о стране Вятской. Это литературный памятник конца XVII-начала XVIII веков. Значит, сообщает, что город был основан в 1181 году новгородцами на месте захваченного морейского городка Кокшарова. Материалы проведенных археологических раскопок подтверждают только русское поселение. А существование города связывает с расположенным недалеко Ковровским городищем, которое на рубеже XIII-XIV веков является резиденцией главы Котельнической общины воевода Григория. В XIV веке из соображений безопасности город с Ковровского городища переносится на 5 километров вниз по течению реки Вятки на место первоначального славянского поселения и становится центром сельской области. Строится Кремль. Вскоре жители Котельничья и Никулицына заложили в столицу Вольной Вятской земли, город Хлынов. XV-XVI века. В 1459 году в связи с походом войска Великого князя Московского Василия II на Вятку, Котельничь впервые упомянут в русских летописях, как взятый городок. В 1489 году Котельничь, Орлов и Хлынов вновь были окончательно взяты Московской ратью и вошли в состав русского государства. В XV-XVI веках Котельничья участвуют в борьбе с Казанским ханством. Город прикрывает северные русские земли от постоянных и разорительных для населения набегов в татар. Так, в 1542 году близ Котельничья разбит 4000-й отряд татар, возвращавшихся с набега на Великий Устюг. В XVII веке с падения татарской угрозы упоминания о Котельничье исчезает из источников и снова появляется в смутное время. В 1605 году в городе вспыхивает восстание в поддержку движения Ивана Болотникова, а в 1609 году самозванца Лжедмитрия Второго. В межрегиональной торговле большую роль играла Алексеевская ярмарка, возникшая в 1647 году. С развитием торговли город растет. В 1659 году в нем проживало 940 жителей. Среди них мало дворян, сильны, плоть до 1917 года. Ну, ребята, так вот написано, как вижу, так и читаю. Ладно, оставим это. С 1780 года Котельничь уездный город Вятской области, Вятской губернии. В его гербе, утвержденном императрицей Екатерина Второй, золотой котел в зеленом поле. В XIX веке в силу выгодного географического положения Котельничь становится одним из центров торговли северо-востока Российской империи. В благоприятные годы в скотельнической пристани отправлялось до 23 тысяч тонн различной сельскохозяйственной продукции в города Поволжье и Северной России. С указом Сената от 9 сентября 1843 года Алексеевская ярмарка была официально узаконена. В первой четверти XX века Котельничь становится важным транспортным узлом. В 1903-1905 году построен мост через реку Вятка. Старый Котельничь подвергается уничтожению страшным пожаром в мае 1926 года. Огонь разрушил две трети города в 80 крупных каменных зданий. Погибло всего 7 человек. Однако многие были вынуждены переселиться. В результате население сократилось с 11 до 7 тысяч человек. В годы Великой Отечественной войны в Котельничье размещались 4 госпиталя для одновременного лечения 3500 раненых. Более 2000 детей эвакуировано из Ленинграда. На фронт призвано 52 тысячи жителей города и района, из которых 10 812 человек погибли и пропали без вести. Кошмар. За подвиги 12 солдат и офицеров были удостойны звания Героя Советского Союза. В послевоенный период в городе развивается промышленность, ведется жилищное строительство, открывается средне-специальное учебное заведение. Развивается предприятие деревообработки и переработки сельскохозяйственной продукции, легкой промышленности, машиностроения, производство сантехники из пластмасс. В окрестностях Котельничья расположены памятники архитектуры, археологии. Кировское городище 2-е тысячелетие до нашей эры. 12-17 веков нашей веры. Нашей эры. Нашей, не нашей. Все наша эра. Так, уникальное местонахождение ископаемых позвоночных животных Пермского периода при Азойской эре. Это 255 миллионов лет назад. Исследование которое продолжается. В городе открыт Краеведческие и Палеонтологические музеи. Так, летопись Дат под названием Кокшаров в летописи упоминает Самарийский городок. 1181. Кашкаров был переименован в город Котельнич. 1686 год. Котельнич сгорел со всеми церквами. 1705-й. Закладка Каменного Троицкого собора. 1780-м. Указан Екатерина II. Образована Увятская губерния. 1781-м. Учрежден герб города. 1784-м. Начало плановой застройки города. Ну и так далее, так далее, так далее. Это можно от погода найти в Википедии. Население, я уже по-моему говорил, по переписи 2018-го года составило 23682 человека. Подъезжаем к городу Котельнич. С правой стороны можно будет увидеть огни. С правой стороны можно будет увидеть огни. Три с половиной до поворота. Три с половиной до поворота. На горизонте уже можно увидеть. Там с правой стороны сам город заезжать не будут. тут Заправочная станция на окраине Котельнича. Если в пути застала темнота, то вполне комфортно и безопасно можно остановиться на привалную ночевку в Котельничах. Довольно цивильное, спокойное место, асфальтированная площадка. Вполне цивилизованное, обустроенное место. Ладно, пока заправляется. Продолжение следует... Ну и легкий старт. Так, талон у нас осталось в 123 км. Киров, ЖД вокзал. Забивает в навигаторе. Киров, ЖД вокзал. Киров, ЖД вокзал. Киров, ЖД вокзал. Киров, ЖД вокзал. Продолжение следует... 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 пригородок Орлов приписан к Сибирской губернии. С 1719 года Орлов приписан к Вятской провинции. Затем с 1727 года к Вятской провинции Казанской губернии. С 1730 года уездный город Вятского наместничества с 1796 года Вятской губернии. В 18-19 веках через Орлов шла торговля с архангельским зерном и кожами. Здесь проводились три ежегодные ярмарки. Орловские купцы Сениловы являлись крупнейшими поставщиками кож на северо-запад России, конкурируя с торговым домом вятских купцов Лапкивах. В 1856 году в выездном городе Орлове в Вятской губернии насчитывалось 6 действующих православных храмов, 549 домов, 88 торговых лавок. Развивалось кустарное производство, производство гармоний, самопрялок, каповых изделий, спичек и т.д. Население. В 2018 году проживало 6607 человек. Основные даты. 1459 год. Дата первого письменного упоминания. 1489. Присоединение города к московскому государству. Ну и т.д. и т.д. и т.д. Очень много дат. Все просто не хватит времени перечислить. Известны земляки-орловчане. Афанасьев Виталий Аристархович, ученый-зоотехник, доктор сельхознаук, заслуженный зоотехник. Давыдов Гавриил Михайлович, доктор медицинских наук. Зонов Николай Федорович, лейтенант РККА, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Наумов Николай Александрович, советский военачальник, генерал-лейтенант авиации, герой Советского Союза. Неволин Константин Алексеевич, русский юрист-правовед, один из создателей юридической науки в России. Сенцов Петр Матвеевич, талантливый русский поэт, воспевавший в своих стихах «Вятский край». Переводчик поэзии Гейна, Шиллера и Байрона. Чарушин Иван Аполлонович, видный русский советский инженер-архитектор. Архитектор-художник первой степени. Чарушин Николай Аполлонович, российский революционер-народник, осужденный на процессе 193-х. Шатов Михаил Григорьевич, майор ВВС СССР, участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза. Вот такая вот информация. О городе, город Орлов. Впереди Мурыгина, населенный пункт. Сейчас постараюсь найти информацию в Википедии. Походу, движения достаточно много. Повторю, это маленьких деревень. Но о них никакой абсолютной информации в Википедии нет. Но вот фрагменты вы можете наблюдать временами. Фрагменты, что видимость вообще бывает просто ужасная. Плохо видно даже дорожную разметку. Поэтому еще раз напоминаю, прежде чем отправляться, посмотрите видео, оцените условия движения в темное время, да еще когда осадки. Есть ли смысл, если вы едете с семьей, с друзьями, ехать дальше или же остановиться где-нибудь на ночевку на привал до утра. Так, по ходу движения, более-менее крупный город, это город Орлов. В Википедии сказано. Так, про Орлов я уже говорил, по-моему. Да, про Орлов я уже говорил. Город. Так, а про Морогена населенный пункт. Так, Морогена, Кировская область. В Википедии сказано, что это поселок городского типа в Юрьянском районе Кировской области. Распоряжением правительства 29 июля 2014 года об утверждении перечня моногородов поселков городского типа включен в категорию многопрофильного, многопрофильное муниципальное образование Российской Федерации, моногорода, с наиболее сложным социально-экономическим положением. То есть Морогена, вот, относится к этому, внесено в этот список. Поселок расположен на правом берегу Вятки, при впадении в нее реки Медянки. Морогена находится на расстоянии 20 километров от города Кирова и в 60 километрах от районного центра поселка городского типа Юрьи. Юрьи? Юрьи? История. Деревня Морогена весьма известна с 1785 года. Существует два объяснения названия Морыгена. Слово «мурожить», «волокитить», «обманывать», «тянуть», «время». Вот производно от одного из этих слов «волокитить», «обманывать», «тянуть», «время». Или Мурыга – это болотистая местность. Статус поселка городского типа с 1938 года. В 1941-1958 годах Морыгена, центр Медянского района. Население составляет 7241 человек в 2018 году. В поселке есть спортивный комплекс, сильная хоккейная команда и разновозрастные команды по мини-футболу – бокс, волейбол, группа здоровья, детская секция, зал общей физической подготовки. Ежегодно на базе спорткомплекса Морыгена проводятся областные чемпионаты мира по боксу имени Зоново. В 2017 году состоялся 11 чемпионат. Работает Большой центр культуры и доступа. 33 крышковых и клубных формирования, большая сцена и зрительный зал на 450 мест. Два зала – зал борьбы, далеко-римская борьба и карате. И мраморный зал банкетный в общей сложности на 500 человек. Перед ЦК и Д – культура и доступа центр – зона общественного отдыха. Участвующие. Перед ЦК и Д – зона общественного отдыха, участвующая в 2017 году в проекте «Многорода». В данный момент реставрируется по проекту. С торца здания находится кафе «Мираж». Я сегодня еще напишу, сколько мне ехать ориентировочно и где буду проезжать. Я не помню, сколько там было указано. Ну, значит, значит, да. Да, все. Есть Мурагинская школа искусств. 170 человек, обучающихся. И Мурагинская школа хореографического искусства, созданная на основе народного образцового ансамбля «Загадка», который является лауреатом всероссийских фестивалей, областных премий, многочисленных региональных конкурсов. Общее число обучающихся детей составляет 350 человек. Имеются Мурагинская поселковая библиотека филиал и Мурагинская детская библиотека. Ну, что сказано, Амурагина. Ну, я пропускаю. Мелкие населенные пункты. И немного прочитаю про город Киров. Про Киров в Википедии говорит, что Киров до 1457-го и с 1780-го по 34-е годы «Вятка», с 1457-го по 1780-й «Хлынов». Такие были названия у города Кирова. Это город в России, административный центр Кировской области и одноименного муниципального образования со статусом городского округа. Население в 2018-м году составило 507 155 человек. Входит в сотню самых крупных городов Европы. Население городского округа 533 231 человек по состоянию на 2018-й год. Население Кировской агломерации оценивается в 750 000 человек. Исторический, культурный, промышленный и научный центр Преоралья. Родина Демковской игрушки. Самый восточный город, основанный во времена Древней Руси. История. Годом основания «Вятки» приводится 1174 год. Основные поселения восточных славян располагались по берегам крупных рек, чипцы, маломы и «Вятки». Основание. Вятская вечерняя республика. Согласно повести о стране Вятской, конец 17 века, город был основан после 1181 года новгородцами. К этому времени они уже основали Никулицын и Котельнич и решили создать единый центр. Первое упоминание о городе Вятки или Вятской земле. Русский летописях датируется 1374 годом в связи с походом новгородских ушкуйников на столицу Вовской Булгарии Булгар. В лето 6882 года от сотворения мира в Звездном храме Идоша наниз рекою Вятскую ушкунцы-разбойницы. 90 ушкунцев и грабивши, вятку и шедши, взяши болгары. Это вот старославянский язык, мне тяжело читать, к сожалению. В 1378 году между Витчанами и Суздальско-Нижегородским княжеством заключен договор о союзе. С 1391 года город стал основной резиденцией Суздальских князей. Василия Дмитриевичева Кердяпы и Семена Дмитриевича, изгнанных из Суздальско-Нижегородского княжества после завоевания его Москвой. После смерти князей в 1401 году власть перешла к галецкому князю Юрию Дмитриевичу. Отряды Витчан участвовали в походах против Золотой Орды в 1392 и в 1409 годах и в войне московского князя Василия I с новгородцами в 1417 и в 1418 годах. В 1412 году произошла знаменитая битва между Витчанами и Устюжанами. Битва состоялась ночью в Овраге, названном позже Раздерехинским. По одной из версий, устюжане пришли на помощь Витчанам для обороны от татар. По другой, они в составе с московскими князьями хотели захватить город. В память о тех событиях появился Витчанский народный праздник – Свистопляска. А на берегу Оврага была построена часовня во имя Архангела Михаила. В 1432-1453 годах Вятка участвовала в войне между правителями Галич-Мирского княжества и московскими князьями. После поражения Галичской группировки перешла под контроль местных бояр и купцов. В 1455-1457 годах в городе построили деревянный Кремль, названный Хлыновым. После двух военных походов московского войска против Хлынова, власть в городе формально пришла к Москве, но с сохранением местного самоуправления. Хлыновцы участвовали в военных походах московского княжества против Новгорода и Казани. В начале 80-х годов власть в городе перешла к сепаратистам во главе с Иоанном Аникеевым. При хане Еврагиме в Хлынове сидел казанский наместник. Хлыновские войска совершали походы против земель, находящихся под властью московского княжества. После двух неудачных попыток московскому войску удалось захватить город в 1489 году. Местная знать была переселена в Подмосковье, а в городе поставлен московский наместник. Вятская земля была окончательно включена в состав московского государства. В 1551-1553 годах хлыновские войска приняли участие в походе Ивана Грозного против казанских татар. В 1554-56 годах участвовали в походах против Астраханского ханства. В результате этих походов в Хлынову были возвращены исконные земли, захваченные ранее Золотой Ордой, а затем Татарским ханством. 2 июня 1580 года хлынов получил от Ивана Грозного грамоту на построение в городе монастыря. В 1727 году хлыновская провинция перешла из состава Сибирска в состав казанской губернии. Небольшой кусок я пропускаю. Можно почитать в Википедии. Камера. Ограничение 80. А мост через что вообще? В город раньше вятка воздался. Советский период. Первые официальные телеграммы о свержении царской власти пришли в вятку 1 марта 1917 года. После Октябрьской революции Совет Верховного управления губернии заявил о непризнании власти большевиков и выделении вятки губернии в самостоятельную республику. Фавелим. 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 Название Киров в городе получил после убийства Сергея Мироновича Кирова. Киров это псевдоним, фамилия Сергея Мироновича Костриков. Киров это псевдоним, фамилия Сергея Мироновича Киров. Я нашел гимн Кирова. Слова гимна. Над рекою солнце всходит, освещает град святой. Городов в России много, но милее край родной. Припев. Славься древний город Хлынов, славься вятская страна, славься мой любимый Киров, наших прадедов земля. Здесь просторы необъятные, широка лесов стена, и горят на склоне неба золотые купола. Процветай же край ученых, край рабочих, край творцов, край мечтателей влюбленных, верных родины сынов. Это вот слова гимна города Киров. Гимна города Киров. Движение по городу Кирова я оставлю без ускорения. Звук в аудио оригинальное, из салона. Ну а я на этом заканчиваю, до следующей серии. Осторожно, дети. Ограничение 60. Наверное, буду немножко все-таки комментировать. Сейчас движение по улице Дзержинского. С левой стороны присоединятся, в общем, сливаются с Октябрьским проспектом. С правой стороны, недалеко, проходит железная дорога. Вот здесь улица Дзержинского. Сейчас вливается в Октябрьский проспект. Ну вот за перекрестком, за светофором. Вот уже движение идет по Октябрьскому проспекту. Вот. 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 Октябрьский проспект. Вот. 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 Движение по ночному Кирову. Справа стадион Родина, движение по Октябрьскому проспекту. Движение по ночному Кирову. Направо Октябрьский проспект, прямо улица Карла Маркса. Свернули на Октябрьский проспект. С левой стороны стадион и сходы. Движение по ночному Кирову. Перекресток с простоюзной улицей. Свертофор. С правой стороны железнодорожные ветки. Наверное, вокзал там будет. С левой стороны октябрьский рынок. Движение по ночному Кирову. Сейчас там после перекрестка будет. Поповочка маленькая. Впереди камера. Контроль проезда на красный свет. Ограничение 60. Поповочка. Сверху. 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 Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Сверху. Попадение. С правой стороны примерно 300-400 метров Киров-Котловский, вокзал Киров-Котловский. Серия заканчивается ночным Кировом, следующая серия начнется уже в светлое время. Кафе ищет место, где поужинать. 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 выбирает кафе и иллюминации иллюминации Октябрьский проспект но темно, как у Негра двигаемся по Октябрьскому проспекту не сказал, какое кафе едем светофор преображенская улица пересечения следующий светофор перекресток с Московской улицы с правой стороны НИИ Микробиологии Министерства обороны Федерации и сворачивает на улицу Герцена Герцена на этом Герцена Герцена и Герцена 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...